Ну, я не знаю, что выиграть Чедрунга от этого всего, наверное, добавятся проблемы, возможно. Хотя, может быть, и выиграть, я не знаю, какая. Если это будет финансовая определенная децентрализация, финансовая. Если у нас реформ очень много проходит, когда нам дополнительно кидает нам задачи, услуги. А финансовая нет, составляющая. Если это будет делать такая реформа, то она, понятно, что сыграет на большой минус, и мы от этого потеряем. Если это будет идти реформа с поддержанными финансами, и вот вчера я смотрел, опять же, очень правильно было сказано, что то, что мы с вами говорим про информационные технологии. То есть, если человек сегодня, чтобы не получить справочку, должен идти в премарию, если это будет решено на уровне, что он может заявочку отправить, необязательно с физическим присутствием, допустим. Сегодня агентство госуслуг находится в районном центре. Паспорта, права, там, ЗАГС, эти все услуги оказываются на уровне района. То есть, эти услуги в селах не оказываются на местах. На местах это справки о составе семьи, другого рода там. То есть, если вещи можно будет цифровизировать, то тогда, наверное, мы можем говорить о том, что можно перейти к какой-то реформе именно органов власти. А если мы сейчас рубанем, без финансовой составляющей, без вот этих всех моментов, ну, наверное, даст обратный эффект. Да, в этой истории больше всего смущает, что тема, она поднимается, но нет детального обсуждения, и все стороны должны как-то домысливать, а как это будет выглядеть на практике. Я прослушал, там, по крайней мере, планируется такой комплексный подход, чтобы это не просто резанули, а последствия потом подумали, что будут. Они обещают, что это будет комплексно, что это идти параллельно будет реформа и обеспечение, то, что связано с технологиями. То есть, есть, в принципе, передоопыт стран, которые этот путь прошли, но он был не быстрый, это будет, конечно, долгий. Не знаю, насколько нам удастся здесь, в условиях, в сроке, мол, давай это сделать быстро и эффективно. Самая главная реформа, цель же какой реформы? Качественное оказание услуг населению. Задача реформы в этом, чтобы население почувствовало себе, что улучшились услуги. Медицинские, социальные, земельные, все виды услуг, которые оказывают органы власти.